Депутаты окружного собрания на внеочередной сессии согласовали создание новой некоммерческой организации. Она будет называться «Фонд по привлечению и развитию предпринимательства Ненецкого округа». НКО станет механизмом, который призван обслуживать потребности действующих и еще только начинающих бизнесменов. Значительную часть работ фонду предстоит выполнять как кредитной организации. Подробности в следующем сюжете. На унитарную НКО возложат функции, связанные с реализацией программ государственной поддержки, микрофинансированием и гарантиями малому и среднему бизнесу. Основной же задачей нового фонда станет вовлечение активного населения региона в предпринимательскую деятельность, чтобы дать возможность людям работать на себя. Уже в апреле организацию зарегистрируют, в мае она заработает. Существует же автошкола, которая учит людей водить машину. И мы это воспринимаем совершенно нормально. То же самое в отношении предпринимателей. Будем считать фонд поддержки, то есть самая автошкола. До конца года в планах фонда создать в регионе 100 новых рабочих мест. Кстати, наш субъект до сегодняшнего дня оставался одним из трех, где отсутствовал этот фонд. Еще один важный вопрос, который обсудили на сессии – корректировка окружной казны. В бюджет НАУ поступит почти 420 миллионов рублей. Деньги федеральные. Их направят на дорожную деятельность, в том числе на строительство дороги на Ринмар-Усинск. Что касается расходной части главного финансового документа округа, то она увеличилась. Деньги выделили на корректировку проекта, по которому построят объездную трассу на Ринмар-Искателе. Помимо прочего, почти 300 миллионов пойдут на ремонт уже существующих дорог. Их реанимируют в этом году. Для обеспечения открытия автобусного движения по автомобильной дороге на Ринмар-Красное необходимо выполнить работы по восстановлению размытых и разрушенных участков земляного полотна с восстановлением дорожной одежды на протяжении 8,8 километра. Ремонтное профилирование дороги с добавлением нового материала по всей протяженности трассы потребность финансирования 178 миллионов рублей. По автомобильной дороге на Ринмар-Искателе для обеспечения безопасности необходимо ликвидировать колейность дорожной одежды на участке протяженностью 2,2 километра, потребность финансирования 54 миллиона рублей. Кроме того, на сессии приняли закон, устанавливающий сокращение зарплат чиновникам высшего звена. Получать меньше они будут уже с 1 апреля. Снижение уровня зарплат связано с оптимизацией расходов окружного бюджета. На неочередной сессии депутаты услышали и традиционный отчет губернатора НАО о своей деятельности и деятельности администрации округа. Доклад получился кратким, но содержательным. Игорь Кошин особое внимание уделил социальной политике. Повышение уровня жизни жителей НАО для местной власти превыше всего. Было в целом сдано за год примерно 500 квартир, на что было израсходовано 2,4 миллиарда миллионов. Было запланировано, к сожалению, было освоено только 88% с этой суммы. И вот 500 квартир было сдано. Конечно, это достаточно много для нашего региона, но это недостаточно, потому что это примерно получается, что мы сдаем в год 35 тысяч квадратов, а нужно примерно в два раза больше. Поэтому усилие на этом направлении надо, конечно, активизировать. Итог внеочередной сессии. Все вопросы, которые вынесли на повестку, а всего их три, депутаты поддержали. Да, сложности были, но власти региона и законотворцы нашли точку соприкосновения. Алина Вучейская, Олег Хатанзейский, Сергей Качиков, Телеканал «Север». Спасибо.